Сегодня я готовлю вот это чудо, невероятный, нежный, меренговый рулет Павлова. Это мой любимый десерт, я знаю, что его очень любят. Готовить не так-то сложно, но есть нюансы, обо всём расскажу. Здесь у меня белки от 8 яиц, так как я делаю 2 рулета сразу. Нам необходимо их отвесить на весах. Для того, чтобы понять, сколько потребуется сахарной пудры. Пудры должно быть в 2 раза больше, чем белков, это тоже очень важно. Из оставшихся желтков я обычно готовлю майонез. Посмотрите, на канале у меня есть прекрасный рецепт. Белки я отправила в чашу миксера, добавила к ним щепотку соли и щепотку лимонной кислоты. В моём случае 2 щепотки, так как я делаю двойную норму на 2 рулета. В описании под видео выложу норму продуктов на 1 рулет. Кстати, работать можно и ручным миксером. Так же всё получится. И на больших оборотах миксера мы взбиваем белки до хорошей крепкой белой пены. Сахарную пудру добавляем в 2-3 приёма. После очередного добавления перемешиваем несколько минут и добавляем следующую порцию. И начинаем взбивать сначала на средних оборотах, потом увеличиваем их до максимума, пока не образуется такая устойчивая крепкая масса. На моём миксере занимает это 7 минут. Рядышком тут сушится промытая клубничка, которая пойдёт в начинку. Духовку ставим на 150 градусов. Посмотрите, какая густая стала масса. Добавляем в эту массу полторы ложки крахмала. Я добавляю полторы, потому что моя сахарная пудра уже содержала крахмал. Это тоже важно, нужно почитать на упаковке. И далее просто перемешать это всё на средних оборотах до объединения крахмала с нашей белковой массой. Может быть, минутку. Посмотрите, какая устойчивая масса получается в результате. Даже если перевернуть чашку, она никуда не девается. Вот он такой трюк. Половину этой массы, так как у меня два рулета, я распределяю на силиконовом коврике. Это тоже очень важно. Ваша основа должна быть хорошая. Либо силиконизированный такой пергамент, либо силиконовый коврик. Как в моём случае, меренга должна очень хорошо от него отойти, ни в коем случае не прилипнуть. Коржик я посыпаю миндальными лепестками. Это очень вкусно и красиво. Но если у вас их нет, этот шаг можно пропустить. Корж выпекаем 25 минут. Смотрите, его не пересушите, иначе потом просто не свернёте, он будет ломаться. И займёмся нашей начинкой. У меня свежая клубника и киви. Берите кислые ягоды, любые, чтобы оттенить сладость рулета. А наш коржик в духовке, посмотрите, какой становится пушистенький. Слегка поднялся за счёт влаги от белков. Потом она сядет. Всё, прошло 25 минут. И послушайте, как я его проверяю. Этот стук. Если постучите пальчиком, такой глухой звук. Всё, это значит, он готов. Али-оп! И вуаля! Пока меренга выпекается, время не теряем, готовим крем-чиз. Нужен сливочный сыр, сахарная пудра и сливки для взбивания. 33% жирности. Всё это объединить, хорошенько взбить в однородную крепкую массу. Ещё один очень важный момент. Сливки и творожный сыр должны быть очень холодными. То есть, перед взбиванием, достаёте их из холодильника. Ни в коем случае не заранее. Это был контроль качества. Набираем обороты. И взлетаем в мой сумасшедший, любимый Миксер Снэк. Меренгу достали из духовки, перевернули на пергамент. Как я показала, пару минут, так она может немножко подостыть. И начинаем распределять по ней наш крем. Распределили начинку и будем заворачивать. И после того, как укутали нашу колбаску, отправляем её в холодильник на стабилизацию минут на 30. Может быть на ночь, если на следующий день будете кушать. Можно сразу, конечно, употреблять. Я ещё буду его украшать кремом сверху. Ну и тут быстренько показываю, что я делаю со вторым рулетом. Как говорится, повторением, отвлечением. В общем, всю ту же процедуру повторяю дважды. Продолжение следует... Рулетики у меня простояли в холодильнике ночь. И я готовлю крем-чиз всё тот же, но уже для украшения. Продолжение следует... Сам процесс украшения я не сняла. Вы уж меня простите, пожалуйста. Если он всё-таки важен для вас, пишите в комментариях. В следующий раз обязательно покажу, как я отсаживаю свои прекрасные розочки. Это не сложно. В данном случае у меня насадка закрытая звезда и кондитерский мешок. Ну и вы только посмотрите на эту шикарность. Поистине королевский десерт. Прекрасно сбалансирован по кислоте и сладости. Он столь же вкусен, сколь и красив. Обязательно приготовьте. И не забудьте подписаться на мой канал. У меня ещё впереди много вкусных и красивых рецептов для вас. А пока полюбуйтесь на это чудо. Пеките. Готовьте. И будьте счастливы. И до встречи на моей кухне. Обняла.